Здравствуйте! В эфире программа ArtCode. Шифр для вас буду подбирать. Я, Анна Руда. Обсудили проблемы и тенденции туризма в Гродненской области. Само мероприятие прошло в рамках программы трансграничного сотрудничества «Латвия, Литва, Беларусь. Европейский инструмент соседства на 2014-2020 годы». Потенциал большой и у нас, и у вас. И знаю, что граждане, они хотят увидеть, как вы живете, что у вас, какое наследие, как вы справляетесь с проблемами. А жители вашего города, вашей области тоже хотят приехать к нам, чтобы посмотреть, какое наследие у нас сохранилось, как мы его сохраняем, какие проблемы и как вот это все культурное наследие подготовить к туризму. Конференция прошла 10 и 11 декабря в Гродненском государственном музее истории и религии по проекту международной технической помощи «Культурное наследие по обе стороны границы». С 2012 года по 2018 удвоился поток туристов в нашем регионе. За 10 месяцев этого года наш город и Августовский канал посетило более 105 тысяч иностранцев. Месяц назад была расширена зона безвизового въезда, в которую вошли еще 5 районов Гродненской области. И увеличен срок пребывания туристов до 15 дней. Сегодня в рамках того, что зона сама по себе безвизовая расширена, мы, естественно, подготовили новые программы с новыми объектами, которые позволяют еще шире представить нашу страну для наших соседей, для других иностранных граждан, которые приезжают к нам. Так иностранные гости по системе VisaFri смогут посетить Новогрудок. «Это все-таки значимое место такое, известное место для многих наших стран-соседей. Это интересно и Литве, и Польше интересно. И в то же время это огромный массив информации для такой страны, как Израиль, которая тоже любит много туристов индивидуальных, тоже у нас было, которых мы отвозили и показывали этот город». Гродно богат уникальным культурно-историческим наследием. У нас одна из самых высоких в республике концентраций памятников истории культуры. Работа конференции была организована в рамках двух секций. В ходе работы одной секции были представлены научные исследования, которые могут содействовать развитию туризма на белорусско-литовском пограничье. В центре внимания другой секции были рассмотрены проблемы сотрудничества, учреждений культуры и образования с туристическими компаниями по продвижению продукта туристических услуг. «Сейчас, естественно, у нас резко расширяются границы. У нас появляется возможность для принципиально новых маршрутов. Маршрутов, которые будут охватывать уже не 2-3 дня, ибо наш традиционный продукт – это был тур выходного дня, основанный на историко-культурном наследии города Гродно. Ну и, конечно же, в Густовский канал. Теперь же мы реально имеем возможность посещать, если двигаться в восточном направлении, и Щучинский район, и Лицкий район. Ну и далее уже открываются перспективы вплоть до Мирского замка, хотя, понятное дело, что Мирский замок – это еще не безвизовая зона, но это территория Гродненской области. То есть те самые маршруты, как туристы, экскурсионные, которые будут сквозными, образно говоря, вот сейчас они начнут вырисовываться. Их надо обсудить. Их надо оговорить, реальность с литовскими коллегами. И нужно выстратить эти маршруты смело, как трансграничные, то есть не просто по Гродненской области, а вот такой широкой дугой захватывая и литовскую, и белорусскую территорию. Это новая весьма перспективная задача, которая открывает новые возможности для индустрии гостиничного бизнеса. Так, планируется открыть шесть новых гостиниц. В мае месяце должен начать действовать шестой-седьмой этаж гостиницы «Беларусь». К фестивалю национальных культур завершится реконструкция Дворцова паркового ансамбля «Святск». Главный итог конференции – это практические действия участников, которые будут направлены на сохранение, популяризацию и развитие историко-культурного наследия нашего региона.